на апрельском ивенте наконец-то представили метки рт для поиска вещей они добрались до нас я ими даже попользовался и рассказываю что это такое зачем это нужно или не нужно все в этом ролике меня зовут кости вы на канале айлаунж давайте начинать не забывайте про подписку лайк комментарии и заходите к нам в телеграм-канал там много интересных новостей утечек обзоров все самое классная там первые слухи о метках появились еще в 2019 году но все в планах у apple шло не так сначала они решили перенести метки потому что датчики один который делает их наиболее интересными появился только в 11 айфонов и похоже в компании решили что вот мало еще людей с этими устройствами подождем пока их соберется побольше и потом уже выпустим метки в продажу потом она случилась пандемия релиз опять перенесли потому что все сидят дома но кто будет искать свои потерянные вещи в квартире минимум людей решили пододвинуть почему их не показали на презентации с 12 айфонами загадка но видимо что то опять пошло не так и вот уже весной 2021 года когда мир приходит плюс-минус в нормальную жизнь метки все-таки появились внешний вид это компактные метки размером чуть больше монеты но заметно толще корпус выполнен из глянцевого пластика задняя крышка это полированная нержавеющая сталь которая царапается буквально сразу же как только вы снимете пленки не серьезно я снял пленку неправильно провел по ней ногтем и осталась царапина метки никак не нажимаются вы можете управлять ими только со смартфона единственное что можно сделать это снять крышку для замены батарейки до заряжать их не нужно просто мне эти батарейку она стандартного типа оси r2032 и служит примерно год если батарейку достать то вы ничего не увидите но умельцы метки уже разобрали просветили рентгеном внутри красота маленький динамик мерка схемы все в духе apple есть три точки где просто пластиком сейчас дисклеймер мы не рекомендуем это повторять но там можно просверлить отверстие и повесить метку на какой-то ремешок если покупать аксессуары к меткам вы не хотите к ним мы кстати вернемся чуть позже ну и учитывайте что после сверления никакой влагозащиты вам не видать при заказе на сайте apple можно дополнительно добавить гравировку на вот эту вот глянцевую поверхность можно какие-то символы написать или смайлики выбрать и так отличать метки будет проще чисто зрительно очень полезная опция и к тому же бесплатная но действует только на сайте apple как активировать метку просто вытаскиваем пластиковую заглушку в которую завернута метка она издаст звуковой сигнал на смартфоне отобразится окошко с предложением добавить метку к вашему аккаунту выбрать на что вы ее будете вешать и краткая информация о ее работе учитывайте что к одному аккаунту можно привязать максимум 16 меток airtag что вообще с этими метками делать зачем они нужны их можно положить в кошелек повесить на ключи или рюкзака в случае потери посмотреть где же вещь находится для работы нам потребуется iphone с установленной и с 14.5 если эту систему ваш смартфон не поддерживает извините никаких вам меток теряйте вещи дальше внутри датчик bluetooth чип ю1 который не работает в украине россии беларуси и других постсоветских странах что делает метки намного проще но об этом тоже чуть позже так вот повесили метку на рюкзак скажем вы настолько рассеянны что гуляли в парке сели на лавочку отвлеклись на разговор и оставили рюкзак где-то рядом а заметили это только через 30 минут когда уже далеко ушли открываем приложение локатор смотрим где же наш рюкзак находится если мы ушли очень далеко то необходимо активировать режим пропажи поскольку bluetooth работает на расстоянии до 20 метров в случае пропажи все пользователи с iphone будут если так правильно и сказать маячками airtag передает сигнал мимо проходящие владельцы iphone его фиксируют и в зашифрованном виде отправляют на сервера apple а вы уже получаете уведомление где ваш рюкзак находится если ищем вещи в помещении то можно воспроизвести с метки звуковой сигнал он громкий не настолько чтобы сразу понять где она находится но сориентироваться помогает для теста я попросил спрятать кошелек с меткой внутри в квартире и бегал со смартфоном искал его всегда безошибочно все ваши метки отображаются в приложении локатор в отдельной вкладке вещи окей что делать если мы нашли метку нужно открываем тоже локатор тоже вещи там есть пункт узнать что это за потерянная вещь сканируем метку с помощью nfc и вас сразу перебрасывает на сайт apple где есть информация ее владельцы и текст который он заранее добавил то же самое происходит и с android если у вас есть nfc вы просто сканируете метку и вас перебрасывает на сайт apple в этом плане все хорошо если вы нашли чужую метку то использовать для своих вещей вы не сможете метки привязаны к apple айди и пока владелец не удалит их из своего аккаунта они будут разве что красивым аксессуаром секьюрность все дела ну почему такого нету с теми же airpods сами которые люди теряют тоже маленький аксессуар который находит и продают используют хотелось бы там тоже такую привязку к apple айди видеть ну и самое главное если вы обладатель iphone 12 то это интересная игрушка метку нужно просто разместить на магнитом аксеев но так лучше не делать магниты медленно но уверенно будут размагничиваться а динамик работать хуже и хуже помимо самой метки вам понадобится брелок к нам приехали кожаные 1 для ключей 2 для рюкзака или сумки стоит такое удовольствие в некоторых вариантах больше чем сама метка и это главное отличие ртк от подобных меток других производителей у нее нет ушка для того чтобы ее повесить разумеется в apple это аргументирует внешним видом устройства и она правда выглядит намного лучше конкурентов но помимо метки вам придется приобретать ремешки хорошо что никто не заставляет покупать оригинальные аксессуары на алиэкспресс полно дешевых вариантов сторонние производители тоже подтянулись показали много интересного например ремешок для очков с брелком для метки держателей на липучках защищенные кейсы в будущем и будет становится только больше а теперь грустному чип u1 который не работает в украине россии беларуси и еще странах я с собственно в этом и проблема apple поставляет одну партию устройств для и а с рынка и украины и собственно не будет их оптимизировать для отдельных стран если если где-то что-то запрещено а в россии u1 относится к военным эти частот заняты военными и они не сильно то торопится их отдать apple чтобы меточки вот такие вот работали поэтому пока там ничего не изменится у нас датчик тоже не заработает хотя в украине и беларуси это это минимум из того что я знаю здесь и частот свободны и apple вполне может их активировать фишка и один в том что это аналог bluetooth но с меньшим радиусом действия зато он высокоточный если у bluetooth диапазон поиска будет несколько метров то у ее один пара сантиметров странно где он активен вы можете точно отыскать ключи затерявшиеся за диваном или кошелек в куче вещей да все это еще с красивой анимацией и подсказками по слухам apple сейчас договаривается с властями на выделение им необходимых частот вот тогда rtx станут полноценными метки защищены от воды и пыли по стандарту ip67 то есть их можно в воду бросить но этого лучше не делать это все такая защита которая на всякий случай умельцы и даже замораживали били молотком все не выдерживали поэтому в этом плане все окей и у кого-то возникнет мысль что метки можно использовать для слежки за кем-то и сразу огорчу apple этот момент продумали следить за кем-то не получится если вам подкинули метку в рюкзак или куртку то ваш iphone заметит ее и пришлет уведомление что проверь рюкзак за тобой следят если вы владелец android устройства то она начнет издавать звуковой сигнал и это будет происходить каждый раз когда метка находится далеко от устройства ее владельца единственный недостаток должно пройти три дня за три дня отследить кого-то с помощью метки мне кажется все таки можно также apple не рекомендует использовать метки для отслеживания детей или домашних животных если хотите за детьми следить пожалуйста покупайте apple watch настраивать семейный доступ а что касается домашних животных то если вы собираетесь использовать метку как маячок делать это нужно лишь в радиусе непосредственно действия смартфона в сети локатора так нужны эти метки или это все-таки бесполезная игрушка ну мне не нужны потому что я ничего не теряю но для рассеянных людей которые каждое утро по 30 минут перед выходом ищет ключи или кошелек чтобы отправиться на работу ну да классная штука можно воспроизвести звук быстро сориентироваться где она находится и найти ее ну и собственно когда датчики один заработает а он в любом случае заработает это будет еще и такая интерактивная игра если вам датчики один не понадобится в будущем то я бы посмотрел альтернативы на нашем сайте есть подборка который я писал там все подробное сравнение с конкурентами и вот чипла one spot как по мне то интереснее штука во первых он точно будет дешевле во вторых там сразу есть ушко для того чтобы их повесить на ключи или на вашу сумку то есть вы экономите много денег также он интегрируется в сеть локатора то есть все плюшки аиртега кроме датчика и один но стоит понимать что метки это скорее для поиска чего-то в квартире нежели чё-то там потерять на улице ну я не представляю чтобы вот кто-то у вас украл или нашел рюкзак и если он хочет себе присвоить первое что он сделает как мне кажется это выбросит эту метку если у вас кошелек например украдут то там просто заберут всю наличку крик вместе с этой меткой выбросит и блок с вашими вопросами которые вы оставляли под постом в нашем телеграме это еще один способ разбрасывать вещи где попало да теперь это можно аргументировать тем что вы просто играете с метками что у нее внутри динамик микросхема датчики ну и вот это вот вся красота поможет ли эртег найти потерянное время это будет про версия за 599 долларов которая поступит в продажу в 2050 году поэтому ждем допустим я нашел метку могу ли я вытащить батарейку использовать ее сам как я сказал она привязывается к вашему apple айди поэтому никто кроме вас эти метки использовать не сможет ну если вы их не отвяжите какая дистанция отклика если говорить про bluetooth то порядка 20 метров на открытой местности стены понятное дело это расстояние сокращают если говорить про сеть локатором то отыскать метку вы сможете везде где есть айфоны даже буквально вот машина рядом с меткой проедет чуть-чуть сигнала ей даст и все вы сможете понять где же ваш потерянный рюкзак ну и теперь розыгрыш три метки эртег мы разыграем все что нужно сделать это перейти по ссылке в описании в наш телеграм-канал нажать на кнопку участвовать и ждать результатов там все будет подробно написано на этом все меня зовут кости вы смотрели айлаунж до скорых встреч